Друзья, я всех приветствую. Глеб, тебе отдельный привет. Напоминаю, друзья, то, что у нас сегодня в гостях Глеб Задоя, эксперт проекта «Аналитика онлайн». И сегодня Глеб нашел время, чтобы вместе со мной еще раз окунуться в ситуацию, которая сейчас вкладывается на финансовых рынках. Мы совсем уже рукой можем достать эту тему политическую, грядущую. Следующий вторник, на рынках будет жарко. Как интересно складывается конец 2020 года, когда у нас тут еще такая пандемичная надслойка идет, выборы в США, которые точно будут, может быть, самыми скандальными за всю историю. И история вот сейчас вершится на наших глазах. Там еще и тема с экономическим стимулированием. И предновогодний ралли, короче, на рынках будет точно жарко. Или, как меня многие поправляли, не жарко, а жестко. Ну, с какой стороны посмотреть. Самое главное, чтобы рынки ходили, потому что чем больше этих движений, чем более интенсивные торги, пусть они не совсем предсказуемы всегда, но в этих движениях кроются возможности. И, конечно же, и фундаменталисты, и технические аналитики стараются эти возможности как-то конвертнуть в какую-то прибыль. Глеб, когда вот планировали мы вот эту встречу с тобой даже много недель назад, в конце прошлого месяца, я был абсолютно уверен, что мы с тобой точно поговорим про политический фон, потому что точно будут совсем рядом уже выборы. И нужно будет поднять вопрос, кто же все-таки, с учетом последних вводных, Трамп, Байден, как это повлияет на экономику и т.д. и т.п. Ну, сегодня я бы хотел немножко другой момент обсудить сначала и задать тебе вопрос, который наверняка тебе тоже очень многие задают, мне точно задают тоже. Это вот распродажи, которые сейчас идут на рынке, такой тотальный рисков, сброс всего, что имеет отношение к риску, хотя он и золото активно продают тоже. Мне не до конца понятно, почему трейдеры сделали одновременно ставку на сброс золота и рисковых инструментов. Вот эта ситуация с пандемией, которую многие не называли то, что вот будет настолько жесткая вторая волна, но цифры показывают то, что она реально жесткая. И вопрос, знаешь, какой мне задают, может быть, сейчас самое время, наученное опытом первого квартала, когда евро на тысячу пунктов провалился, фунт провалился на тысячу пунктов, другие рисковые активы, фондовый рынок улетел там больше, чем на 30%. Может, сейчас, пока все только начинается, поставить на вот такие мощные нисходящие движения, ты как думаешь, вот эта вот распродажа, она может быть точно такой же, как было в начале 20-го года? Или все-таки это не то, что было раньше? Ну, во-первых, приветствую, Артем, приветствую всех зрителей, кто будет нас смотреть. Действительно, на рынках, мне кажется, знаешь, жарко или жестко уже, в общем-то, да, те, кто следят за рынком вот в конце октября, а мы записываем это видео с тобой как раз в конце октября, и тут уже все очень так горячо, очень все жестко, но при этом какого-то, знаешь, ужаса, ужасного я пока не вижу. То есть, я не вижу, чтобы там, вот один из для меня сейчас самых важных индикаторов риска, вот, что, кстати, интересно, да, до этого он таковым не был, для меня лично, это стала валютная пара евро-доллара, на самом деле, и она показывает очень четко отношение инвесторов к риску. И что интересно, евро-доллар, если посмотреть на графики его, то он не ушел пока еще ниже сентябрьских минимумов. То есть, да, сброс активов пошел, но мы не обновляем какие-то прям, ну, вот минимумы такие серьезные, да, мы, если посмотрим на, допустим, тот же самый, на то же самое золото, точно такая же картина, ниже сентябрьских минимумов мы пока не ушли. Золото, кстати, да, интересно, что, казалось бы, самый такой исторический, мы привыкли, что это защитный актив, а по факту получается, что золото тоже падает вместе со всеми рынками и растет со всеми рынками. И золото, обратите внимание, тоже не ушло пока ниже сентябрьских минимумов. Вот ровно то же самое могу сказать по поводу индекса S&P, ровно то же самое я могу сказать про индекс VIX, на который я очень внимательно смотрю с точки зрения отношения к рискам, да, это индекс страха его еще называют. И он не ушел выше тех экстреммов, которые были, опять же, у него в сентябре. Поэтому пока какого-то ужаса, ужасного здесь я не вижу, и мне кажется, что тут два варианта развития событий. Я сейчас буду говорить не как трейдер, не как инвестор, я сейчас буду говорить как настоящий аналитик, да, возможно, два варианта развития событий. Значит, вариант номер один. Все, что мы видим сейчас, это просто временный сброс активов, и все действительно боятся выборов, все действительно фиксируют там прибыль или фиксируют убытки, неважно, выходят из бумаг, по максимуму выходят из рисковых активов, из валют развивающихся стран и прочее, прочее, прочее. И это просто фиксация перед выборами. И как только выборы пройдут, все снова вернется, плюс-минус там будет дальше торговаться, плюс-минус в том же ключе, как это торговалось до выборов. То есть по-прежнему все будет торговаться дорого, по-прежнему инвесторы будут готовы рисковать, потому что залиты огромное количество денег в мировую финансовую систему, и пока о том, чтобы эти деньги изымать, речи, в общем-то, не идет, да, так особо. Как раз-таки наоборот обсуждаются какие-то новые там меры стимулирования. И есть вариант номер два. Я его ставлю на второе место по вероятности, потому что я все-таки думаю, что реакция рынков текущая, она довольно наглядно показывает, что, опять же, то количество денег, которое вылета на рынке, это все говорит, что у рынков нет возможности сильно упасть, потому что рынок просто накачан огромным количеством денег, и непонятно, куда бежать, да. Бежать сейчас просто в доллары, так, ну, блин, их напечатано какое количество триллионов, да, и он так иначе будет там. Что еще раз посмотреть? Я говорю, вот сейчас же как раз в него и бегут. Почему в него-то хоть, а? Почему люди не дают остатку? Нет, ну, опять же, смотри, ну, в него бегут, но он по-прежнему находится на довольно низких значениях. То есть вот в том диапазоне, в котором индекс доллара держится последние три месяца, это примерно от 93 до 95, он из этого диапазона так и не вышел. То есть тут просто, ну, да, идет фиксация прибыли, там, допустим, в акциях, да, идет некоторый уход денег в доллары, но такого глобального роста доллара-то мы ведь не видим. То есть мне кажется, что у инвесторов сейчас вот такая вот история, что вроде с одной стороны надо сбрасывать бумаги, с другой стороны вкладываться в доллар, ну, как-то так себе история, да, а золото тоже всех в этом году очень сильно распугало. И в итоге вот я ставлю на то, что, скорее всего, все останется плюс-минус в том же ключе, как было до выборов. Но я допускаю, что, возможно, второй рисковый сценарий, когда вот то, что мы видим сейчас, это только начало, и нас действительно ждет какая-то глобальная распродажа. И это будет возможно тогда, когда вот надо очень внимательно смотреть по большому счету на несколько инструментов. Первый – это евро-доллар. Как только он идет ниже сентябрьского минимума, все, это значит уже прям, ну, конкретно надо готовиться к такому очень серьезному падению. Второе – это 1.16 примерно уровень. Да, да, это 1.16. Ну, приблизительно 1.16. Я просто сейчас не вижу перед собой графиков, я цифры не помню. Дальше S&P, опять же, сентябрьский минимум, это там около 3.200, по-моему, насколько мне помнится. Золото – сентябрьский минимум, цифру не помню, если поможешь, сейчас мне подскажешь. То же самое. То есть они все же ходят сейчас очень похоже. И как только кто-то из них прям действительно уйдет ниже своего сентябрьского минимума, это может стать толчком для распродажи вот всего, абсолютно всего. И вот тогда нас ждет действительно вторая волна не только коронавируса, она уже идет, да, но нас ждет и вторая волна падения на фондовом рынке. И вот на мой взгляд, я бы очень хотел, я понимаю, что скорее всего будет сценарий номер один. То есть, ну, я ставлю на него с большей вероятностью. Опять же, потому что слишком много денег залит, и рынком как-то некуда падать. Не во что перекладываться, скажем так, сейчас. Но я очень бы хотел, чтобы реализовался второй сценарий. Чтобы все-таки мы ушли ниже сентябрьских минимумов, чтобы все жестко попадало. И вот тогда у нас будет, с учетом того, сколько влито денег в финансовую систему, вот тогда у нас появится шикарная возможность нарастить свои портфели, купить подешевшие бумаги, потому что я сейчас смотрю на огромное количество инструментов фондового рынка, и куда ни ткни, все стоит очень дорого. И не хочется покупать. Даже вот на текущих уровнях, даже при текущей коррекции, покупать не хочется. Очень дорого все стоит. Слушай, я понял. Позиция более чем ясна. У тебя несколько индикаторов. Я так понимаю, индикаторы – это тире инструменты финансовых рынков. И они же тире триггеры. То есть если где-то пробивается уровень, то для тебя это будет звоночком, что нужно как раз приготовиться к еще большему потенциальному сбросу. Ну вот по евро-доллару там совсем чуть остается. Сейчас котировки 1,1670, а сентябрьский минимум – это 1,1610. Ну то есть учитывая волатильность последних дней, мы реально можем вот эти 60 пунктов в течение нашей с тобой беседы сейчас увидеть. Не близковато ли находимся к этим значениям, чтобы после теста этих уровней уже ставить на тотальное дальнейшее падение? Ты как думаешь? Ну конечно мы сейчас близко находимся. И безусловно мы можем туда прийти буквально в течение одного-два дней. Но это очень, на мой взгляд, важный уровень сейчас, реакция на который будет очень наглядно показывать текущее отношение инвесторов к риску. Если около этого уровня мы остановимся, будем около него топтаться, будем от него отскакивать. И причем если уверенно отскочим, это будет вообще хорошо. Это будет показывать, что инвесторы все-таки готовы рисковать и ничего страшного не происходит на рынках. Но если инвесторы этот уровень продавят, в этом случае будет полностью риск-офф. Никто не готов рисковать, никто не готов вкладываться в рисковые активы. И вот тогда мы просто можем улететь очень низко на самом деле по евро. Ну я так вот, 1.14 это прям цель, прям самая ближайшая, но вообще мы можем улететь куда-нибудь на 1.12. И мне кажется, что закрыть, допустим, ну опять же мы же должны понимать, что у нас год довольно-таки близок. Окончание года, да, новый год я имею, достаточно близок. И в этом году в целом евро показало довольно неплохую динамику, восходящую. И к концу года у нас есть все шансы скорректироваться. Поэтому если мы год закончим где-нибудь в районе 1.12.14, мне кажется, это будет достаточно справедливо. Ну вот локальные распродажи, которые пока что мы рассматриваем как локальные распродажи, все-таки вот тотальный сброс идет, ну да, значительный, жесткий, недельку. По евро-доллару, да в целом в отношении всего риска, ты больше связываешься с политической темой, да? То есть непредсказуемость, вот какой-то осадок вот этих европейских локдаунов, его нет, да? Вот пандемии, страх. Это триггер в моменте, то есть ты должен понять, да, что есть такая общая история, которая давит на рынки, держит рынки в таком нервозном положении, это выбор из США. Потому что, ну, как обычно, в Америке это же всегда до последнего момента непонятно, кто все-таки возглавит Белый дом, да, кто станет президентом. И эта нервозность, она, конечно, отражается на рынке. И тут у нас еще появляются новости о закрытии Европы на локдаун, да? Там Франция прям полномасштабно закрылась, Германия закрылась в таком влайт-режиме. И ведь все прекрасно помнят весну, когда все начиналось примерно так же, когда закрыли Италию, когда закрыли Испанию, там еще, по-моему, несколько стран, я уже не помню. Ну, вот это был самый главный триггер, что закрыли и понеслось. Это стало, это вошло, ну, в нормальную практику других государств. Я причем даже больше скажу, я уверен, что нас сейчас смотрит огромное количество людей из России, да, это видео. И, честно сказать, если месяц назад я еще говорил, что, друзья мои, никакого второго карантина не будет, потому что экономические последствия будут слишком жесткими, и власть это прекрасно понимает, что это может в том числе привести к тому, что будут просто, ну, социальные волнения, люди могут на улицу выйти, потому что, ну, простите, не на что жить, да, то есть первую волну там как-то пересидели на запасах, которые сделали в марте, да, а сейчас, объективно, бизнес там еле-еле там выживает, доходы населения, ну, очевидно, совершенно не растут, да. И я боюсь, что просто если людей сейчас закрыться вот так вот жестко на второй карантин, народ просто на улице выйдет и будет плевать на все вот эти вот ограничения. И плевать там будет на штрафы и так далее и тому подобное. Но с учетом того все-таки, как вот, это я бы сказал месяц назад, и я это говорил месяц назад, сейчас я говорю, что с учетом того, как растет количество зараженных, с учетом того, какие проблемы мы видим в российской системе здравоохранения, не в Москве, а именно в российской системе здравоохранения, там действительно есть большие проблемы. И с учетом того, что закрывают Европу потихонечку, наши действуют с оглядкой на европейцев, и если дальше будут продолжать закрываться европейские страны, нас тоже могут закрыть. И вот тогда вот это будет очень жестко для нашей экономики, для нашей финансовой системы, для нашего фондового рынка, для рубля и так далее. Вот это будет прям самое-самое интересное. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет, но вероятность, я бы сейчас отменил больше 50%. В моменте, да, я гляну курс доллар-рубль. 79.30 я сегодня закрывал, мне нужно было немножко долларов поменять. Ну да, действительно, тучи сгущаются, и раньше я тоже был, я абсолютно такую же точку зрения разделяю, я думал, что все-таки удалось миновать, как говорят, вот эта плата уже такой жести не будет, то есть вроде бы как взяли под контроль и так далее. Но ситуация ухудшается с каждым днем. И Германия, и действительно Франция, которые раньше говорили, что даже частичного локдауна в принципе не может быть, сейчас все-таки понимают, что как бы социальные последствия, ну если ситуация с летальными исходами, со смертностью, ростом количества болевших будет ухудшаться, может быть это большая проблема, чем, например, какие-то экономические трудности. Потому что сейчас Франция и Германия, ну действительно на месяц практически прикрыли экономику. Там есть определенное послабление, не так жестко, как это было в начале года. Кстати говоря, вот к вопросу о том, будет ли повторение ситуации той, которую мы наблюдали в начале года. Мне кажется, что все-таки, ну маловероятно, вероятность какая-то сохраняется. Но с позиции вот такого фундаментального обоснования маловероятно, потому что жестких таких карантинов, ну точно уже не будет. Правильно ты отметил, сейчас уже нет возможностей настолько и так сильно закрывать и как бы прищучивать экономики, как это было в период с февраля по апрель. И у нас есть опыт уже того, в начале года это все было в новинку. Мы все наблюдали за вот этим тотальным сбросом всего, что имеет отношение к риску. Вся мировая экономика столкнулась с пандемией, с вызовом первый раз в историю. И никто не знал, как помогать мировой экономике, что будет дальше. И как мы помним, власти решили, что нашли средства, это самое лучшее средство, тем известное, деньги. Этими деньгами стали все заливать. И сейчас вот как раз у нас есть уже опыт того, что мы знаем, что если ситуация будет ухудшаться, скорее всего снова запустят печатные станки, снова пойдут эти бешеные инъекции, денежные вливания, триллионы, триллионы, которые все-таки должны будут спасти. Но ты сейчас говоришь про Штаты впервые. Я говорю про все экономики вообще. Я даже говорю про... В России ты сильно никому не помогали. Хорошо, сделаю оговорку. Я говорю про развитие регионы, которые уже отметились в этом направлении. Штаты, действительно, Еврозона, ну, по крайней мере, мы с тобой задались целью сегодня все-таки разобраться с фондовым рынком. Поэтому давай делать отсылку на Штаты. То есть придут деньги, они обязательно придут, обязательно спасут ситуацию, потому что деньги не могут не спасти ситуацию. Это всем известные уже аксиомы действительности. И тем более, что мы видели, как они прекрасно справляются с этой задачей. Я не думаю, что будет такое серьезное падение, как было. Но какая-то коррекция вполне может продлиться. И все будет зависеть от того, когда изменится настроение по доллару. Вот как раз, когда они изменятся, это может быть либо все-таки уже имя нового президента и работа с новым политическим курсом, разбором полетов, того, как все это влияет на американскую экономику, на отношения с другими странами и впоследствии на американский рынок долга через облигации и на сам бакс. И, конечно, все зависит от того, насколько быстро Конгресс примет пакеты экономического стимулятора. То есть цифра, она до сих пор никому не известна. 1,5, 1,7, 1,8, 2 триллиона, да неважно, это бешеный день. И как только они придут на рынок, конечно же, все тут же забудут о вот этой панике, которую мы сейчас наблюдаем в отношении риска, потому что тут же начнет падать доллар, он не может не падать. Я могу провести параллель. Вот у тебя сейчас нет возможности открыть индекс доллара? Вот прямо на него я смотрю. Вот смотри, период, обрати внимание, март, сейчас март, буквально с начала марта до, ну там три недели было, можно сказать, в марте, когда мы наблюдали ситуацию, очень похожую на то, что наблюдается сейчас. То есть когда все заговорили о том, что всем хана, из-за карантинов, из-за ковида, бакс начали очень быстро выкупать. Тогда еще никто не знал, что можно, можно ведь запустить станки, не думал, что ЦБ так и сделает. И вот после того, как только вот эта вот свечка, я сейчас просто недельный увидел, ближе к концу марта, как только пришли новости о том, что штаты уделяют там 3 триллиона долларов, все, доллар сразу же утратил свои вот эти целебные свойства. Когда его покупали, все сразу же забыли о его величии, благополучии и начали активно вот сбрасывать, собственно, американскую валюту. Сейчас я предлагаю также сфокусироваться именно вот как ты смотришь на отдельные индикаторы по финансовым рынкам, также смотреть действительно за индексом доллара. Мое представление, что американская валюта вряд ли, ну, существенно сильно идет выше, там, 94 пунктов, потому что, возвращаясь к политической теме, неважно, кто займет президентское кресло, Байдена либо Трампа, им прежде всего придется вот решить одну проблему, с которой столкнулся, раз столкнулись не демократы и республиканцы по отдельности, а американская экономика в целом. И плевать, ну, какие интересы ты представляешь, нужно будет дать деньги, выделить деньги. И очень многие считают, что, вот, не знаю, попало ли это в запись, когда мы с тобой обсуждали, то есть ты сказал, что более-менее понятно, что будет дальше, если Трамп одержит победу. Вот так. Я задам тебе вопрос просто. Вот победа Трампа, в твоем представлении, это дальнейший рост фондового рынка и падение доллара, да? Или нет? Скорее, да. Скорее, да. И это все большее вот это вот, ну, то есть у Трампа очень понятная, прозрачная позиция. Трампу нужна сильная экономика, Трампу нужен слабый доллар для этой сильной экономики, да? И Трампу нужен рост на фондовом рынке, он, в общем-то, этого не скрывает, он человек такой. Он же не политик, он бизнесмен, да? Это политики умеют говорить так вот, очень завуалированные, непонятно, да, что они на самом деле хотят, какая у них мотивация, какие желания. А Трамп – это человек бизнеса, это бизнесмен. Он говорит четко, понятно и открыто, что ему необходимо, какие задачи он перед собой ставит. Поэтому, конечно, это дальнейший рост фондового рынка, это дальнейшее ослабление американского доллара, подъем американской экономики и так далее. Я согласен. Смотри, какая интересная ситуация получается, что вот сейчас, анализируя победу Трампа и Байдена, мы можем прийти к выводу, что неважно, наверное, кто станет следующим президентом. Потому что и при Байдене, то есть и при демократах ситуация на финансовых рынках существенно не изменится. Я вот недавно читал очень интересную статью, если тебе будет тоже интересно, я могу тебе ее скинуть, по поводу того, как изменится уровень благосостояния граждан, насколько вырастут зарплаты в перспективе пяти лет с учетом налоговой реформы Байдена, то есть когда он хочет снова вернуть налоги на прежний статус высокий. И какие изменения могут произойти за эти же пять лет с учетом политики Трампа. То есть как налоги повлияют впоследствии на долгосрочной перспективе, на эффективность предприятий, их заинтересованность в росте производства, в создании новых рабочих мест и так далее. Там очень интересный вывод, я прям удивился, что при Байдене не будет все хуже, даже с учетом его инициативы. А самое простое объяснение, которое и нужно большинству тех, кто будет смотреть этот контент, что будет сразу, если демократы одержат победу. Хочется сразу отметить то, что победа Байдена – это победа демократов, а демократы топят, если кто-то забыл, за больший пакет экономических стимул. То есть парадокс такой. Может, у тебя есть ответ. Как республиканцы, то есть Трамп, которому нужен рост фондового рынка, почему он до сих пор не согласовал фонд в 2,2 триллиона долларов, как просили демократы? Почему он предлагал компромисс 1,6 триллиона, то есть почти на полтриллиона меньше? То есть человек, который заинтересован в фондовом рынке, хочет дать меньше топлива для роста этого рынка. То есть у тебя, как ты думаешь? Я не знаю. Знаешь, на мой взгляд, рынки и так очень высоко находятся. И какие-то… То есть нужно понимать, что вообще вот эти все стимулирующие меры, они же ведь не для фондового рынка, они все для экономики. То есть задача этих денег – дойти до реального сектора экономики, поддержать предпринимателей, поддержать предприятия, сферу услуг и прочее, прочее, прочее. То есть вот она, какая задача. Вопрос заключается просто в том, что когда, условно говоря, банк получает деньги от Федрезерва, и у него есть выбор, что ему сделать, выдать кредит какому-то предприятию, по льготной ставке, например, или же ему вложить деньги в какие-то бумажные активы, в текущей ситуации большее количество денег течет в бумажные активы. Потому что предприятиям, ну, в общем-то, там какие-то дешевые кредиты не сильно часто и нужны, да, потому что, ну, как бы развиваться сейчас достаточно трудно, там, ну, и американская экономика испытывает немаленькие проблемы, да, и там рынок труда это довольно отчетливо показывает. Вот, поэтому, как мне кажется, вот все вливания, которые сейчас нужно делать, мне кажется, Патрон совершенно прав. Нет смысла складывать чрезмерно много и чрезмерно разгонять фондовый рынок. Зачем это делать? Все равно большая часть этих денег уйдет на фондовый рынок, который улетит в новые небеса, и никому от этого сильно хорошо не будет. Чем выше взлетим, тем потом ниже падает. Ну, мне было бы хорошо. Не забывай о том, что деньги потом надо будет еще изымать как-то отсюда. Потом можно, в случае чего, провести сплит и акции и откатить курс к более низким значениям и начать гонку заново. Ну, ты же понимаешь, что сплит – это чисто техническая история, ну, вот если так разобраться, да, и она же не уменьшает стоимость акций, она просто дробит акции, да, и так или иначе, это не избавит рынки от того количества денег, которые туда влиты и которые рано или поздно туда придется изымать. Ну, согласен, да. Ладно, хорошо. Я думаю, что можно уже резюмировать, потому что поговорили и о политическом фоне, и о пандемии. Я только вот как бы ремарка заключительная. Хочу отметить, что если, друзья, вас интересует победа Байдена или Трампа, и как в моменте отразительных финансовых рынков, особо не переживайте, потому что победа Байдена, так же, как и победа Трампа, прежде всего, это приток денег. Не будем сейчас циклиться и озадачиваться, насколько много денег придет в экономику, они придут. Потом также не стоит забывать, что еще один фактор, почему, например, может пострадать американская валюта, ну, то есть, в принципе, почему могут быть последствия очень схожими с последствиями от победы Трампа при Байдене. Байден – это ведь еще и человек, который хочет восстановить отношения с Китаем. То есть отсутствие риска протекционизма американских производителей и вот эти вот постоянные, раньше, до пандемии, выбросы были о том, что война торговая, там 10% мирового товарооборота под ударом и так далее. Этих страхов, в принципе, не будет, и будет меньше повода вообще поднимать вопрос о том, стоит ли уводить капиталы в то, что имеет отношение к защите, то есть в этот же самый доллар. Весь тот материал, который мне удалось насобирать, профильтровать через свое представление о том, что происходит, я склонен полагать то, что мы получим в обоих режимах слабый доллар, мы получим в обоих режимах рост фондового рынка. И, может быть, это произойдет частично из-за того, что республиканцы и демократы, насколько бы они не были противоположностями тотальными в каких-то политических вопросах, они едины в экономическом вопросе, в условиях пандемии. То есть и те, и другие будут решать только лишь одним известным средством ту проблему, с которой столкнулась американская экономика. Поскольку крайне низкая вероятность того, что ситуация с пандемией через месяц, через два пойдет на тотальный спад и все разрулится, соответственно, и Байден, и Трамп будут постоянно озадачены только тем, как минимизировать последствия для экономического роста из-за роста количества заболевших и увеличения детальных исходов. И опять мы приходим к вопросу того, сколько будет влито денег. Мы сейчас обсуждаем четвертый пакет экономических стимулов, он будет не последним. Это только лишь очередной, через квартал будет еще, триллион два и так далее. Поэтому я, именно резюмируя по отношению того, что может быть с финансовыми активами, рекомендую все-таки не отказываться от ставки на ослабление индекса доллара. Да, какое-то локальное восходящее движение еще может последовать, но фундаментально, принципиально, с учетом всего того, что было сказано, с учетом того, что у нас есть опыт того, как вел себя доллар в начале 2020 года, все указывает в пользу того, что доллар все-таки еще серьезно просядет. В отношении риска я тоже смотрю на те уровни, которые ты обозначил, они очень значимые, и я думаю, что их видят все, в том числе и технари, которые попробуют отбиться от этих значений. И в отношении евро я почему-то уверен, что 1,20 мы все-таки увидим. Я ставлю на этот уровень еще и потому, что сейчас в еврозоне отрицательная инфляция, если сравнивать интересы крупных инвесторов к облигациям европейским и американским и европейским, пользуются большим спросом, то есть такая очевидная выгода для главного валютного риска. Ну а в отношении фондового рынка, ты знаешь, я бы рекомендовал вообще при каждой более-менее значимой коррекции покупать, но у меня был такой портфель накопленной ликвидности, когда я хотел все это бросить в фондовый рынок на первой волне пандемии и наивно ждал то, что СНП доберется до 2 тысяч пунктов. Наивно ждал. Там чуть-чуть оставалось, это у меня в моменте открыто. Там 2100 с чем-то, по-моему, был. Так, момент. 2169 пунктов. Чуть-чуть мне не хватило, чтобы я реализовал свои инвестиционные потребности. И когда... Это когда было 2160 пунктов? Ну да, да. А я ждал 2000. Я думал, да, вот это оптимальная точка, когда я захожу в лонг и как бы начинаю копить себе на старости, постепенно превращаясь в портфельного инвестора. Ну вот эти вот сказки, которые все любят. Ну не сказки, ладно. Но после этого рынок начал расти, и я каждую неделю все-таки полагал, что будет коррекция. Пусть чуть-чуть, чтобы хотя бы к тому уровню, где были, вернулись, и я там уже зайду. И рынок ушел на обновление исторических массов. В этот раз я ошибку такой допускать не буду, то есть мне не нужны такие уровни 2000. Я собираюсь вот кому интересно, и кто хочет также на долгосрок присмотреться к фондовому рынку. Вот, например, по S&P для меня будет триггером уже 3000 пунктов. И там уже пусть трава не расти, пофиг, насколько будет потом закидывать вниз индекс. Я думаю, то, что существенно ниже этого значения мы точно уже не уйдем. А через какое-то время, когда все устаканится ближе к концу 2021 года, точно там фондовый рынок снова окажется на историческом максимуме, как мы наблюдаем уже больше 20 лет. Сколько у тебя не дошли тогда? Около 10%, да? То есть ты 2000 полагал, а было там, ну, 2200. Короче, 3200. 3200 заходим. Ну, да, вроде того. В принципе, мы уже близко. Как раз 3200 – это сентябрьский минимум. Так что, друзья мои, опять же, я тоже солидарен с тем, что все-таки скорее рынок будет расти, чем падать, и индекс доллара скорее будет все-таки снижаться. Да, вот тот диапазон, где мы сейчас стоим, конечно, верхнюю границу, если продавим, то наверх. Но вообще скорее, конечно, вниз. И поэтому 3200, S&P, американский рынок. И безбедная старость. Будем визуализировать. Спасибо тебе, Глеб, за то, что сегодня поддержал беседу, обсудили ситуацию на рынках, очень было интересно, уверен, что контент понравится всем. Мне было приятно с тобой в очередной раз пообщаться. Тебе классного закрытия этой недели, давай смотреть за выборами, и если будет также возможности, время у тебя соберемся уже ближе к концу ноября, посмотрим, где будут рынки в этот момент. Спасибо тебе, Глеб. Супер, договорились. Спасибо за приглашение, рад был пообщаться, увидеться. Всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok